Я внук миллионера. Именно так представляется Михаил Кабаченко, внук известного общественного деятеля Михаила Челышова, который в начале 20 века был самарским городским головой и совмещал эту должность с членством в Государственной Думе. Жена меня всю жизнь ругала. Мы женаты 63 года. И все эти три, все 60-х. Да что ты мне успеваешь, здрасте сказать, я уже рассказываю. Ну, горжусь дедом. Многогранная личность деда, удивительная судьба и фантастическая история богатства. Один из купцов дал 15-летнему мальчишке просто так 10 тысяч рублей. По тем временам большие деньги. Средства были вложены в дело. Так в Самаре появились знаменитые челышевские дома. Были еще и челышевские бани. Михаила Челышова называли также апостолом трезвости. В 1914 году с его подачи в Россию был введен сухой закон. Внук унаследовал его убеждения. До 32-х лет я капли спиртного не принял. А потом я стал директором школы-интернат, потом большим чиновником. И я случайно услышал, как у мужчины у меня в интернате было 12 мужчин. Мужики университетово говорят, а директор-то нами просто брезгует, что в такой... и не пил. Я стал пить легкие вина. Легендарная личность заинтересовала самарского писателя Дмитрия Агалакова. Сейчас он работает над книгой о Михаиле Челышове. Иногда его, может быть, над ним, так говорят, ерничают, что он был таким чересчуром позантным, вот таким с огромными усами, выставлял себя везде. Ну вот представьте себе, из какой среды, где он родился и куда он поднялся. Конечно, это было тоже каким-то его самоутверждением на протяжении всей его жизни. Найти материалы о Челышове оказалось делом нелегким. Потому встреча с его родственником – уникальная возможность для писателя. Дмитрий Агалаков признался, несколько удивительных фактов из жизни Михаила Дмитриевича он уже раздобыл. Но пока держит в секрете. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События.